Добрый вечер всем, кто к нам присоединился. Это программа послесловия. Мы возвращаемся к главной теме. Сегодня в России объявлен национальный траур. И для многих встал вопрос, а как же вести себя, куда бежать во время пожара? Надеемся, что в этом нам поможет разобраться руководитель школы в Екатеринбурге Стоп. Угроза Елизавета Аверкива. Добрый вечер. Вы также можете присоединиться к нашей беседе. Задавайте свои вопросы по телефону 222-0041. Абонент послесловия. Итак, Елизавета, ваша школа выпустила памятку для тех, кто может оказаться, это по сути, наверное, для каждого из нас в ситуации. Все-таки вкратце, если мы говорим, то сколько пунктов и в чем заключается суть этой памятки? Суть памятки о поведении в чрезвычайных ситуациях, она касается равно как и детей, так и взрослых людей. То есть надо понимать, что чрезвычайная ситуация – это та ситуация, которую невозможно предусмотреть. К ней невозможно полностью подготовиться. Именно поэтому она, собственно, чрезвычайная. И если мы говорим о поведении в ситуации пожара, то критично важным является понимание того, что в пожаре основным источником опасности является не огонь, а дым. И спасти себя от этого дыма мы можем при помощи простого фильтра. То есть здесь речь идет о ткани, но ткани не сухой, а намоченной. Но при этом очевидно, что не все, я думаю, у меня, например, с собой воды сегодня нет. У вас, наверное, тоже нет с собой в кармане бутылки воды. Но у нас всегда есть с собой естественный источник жидкости – это наша моча, которая к тому же является хорошим фильтром благодаря содержанию специальных солей. То есть нужно просто-напросто снять футболку, штаны, неважно хоть что. Шарфик, штаны, оторвать рукав, я не знаю, хоть лифчик, извините за такие подробности, пописать и приложить к носу первым делом. И дальше мы помним, наверное, из курса ОБЖ, помните, где надо выше-ниже находиться. Ну, конечно же, нужно бежать вниз. Да, нужно бежать вниз. При этом помня о том, что дым скапливается наверху, то есть держаться как можно ближе к полу. И дышать через эту тряпочку с тем, чтобы не отравиться вот этими продуктами горения. Второй очень важный пункт – это, прежде всего, находясь в любом замкнутом помещении, надо понимать, где находится ближайший путь к эвакуации. Доступен ли он, открыт ли он. И мы предлагаем, да, если вы с детьми приходите в какое-то место, то превратить это действительно в забавную игру и попробовать с ребенком вместе поискать, да, найти ответ на вопрос. А как мы будем с тобой выбираться, если что, да? То есть сейчас, насколько я знаю, уже все торговые центры проверяют на предмет рабочих эвакуационных выходов. Очень важно при этом, если вы обнаружили, что этот выход не работает, привлечь внимание соответствующего персонала. И еще важно ребенку, тоже научить ребенка не стесняться и сообщать об этом, и также сообщать взрослым, его там, спутникам, если он считает, что что-то идет не так. Основная проблема, ну вот мы с детьми работаем уже давно и сталкиваемся с тем, что дети все зажатые, скованные, им очень трудно. Ну, мы учим, да... Ну, выйти на контакт и вообще просто рассказать о своей проблеме, то, что их волнует. Да, выйти на контакт, закричать, привлечь внимание к себе, потому что, ну, мы их сами, ну, взрослые сами учат детей быть тише воды, ниже травы. Это становится большой проблемой, особенно в таких ситуациях. Третий пункт важный, да, данной памятки – это поведение в толпе. То есть мы понимаем, что в ситуации пожара большое количество людей, и эта толпа становится неуправляемой, она ведома паникой, страхом. Здесь прежде всего важно понимать, что мы никогда не двигаемся против хода толпы. Это опасно для жизни, даже если мама осталась где-то позади. Основная ошибка, которую делают все дети, ну, если мы говорим про маленьких, там, начальная школа, они побегут искать маму. И не потому, что там им страшно, хотя это тоже, они побегут к маме за инструкциями, как себя вести. И могут попасть под ноги толпы? Могут попасть под ноги, может случиться все, что угодно. Они будут скричать, их никто не услышит в этой толпе. Поэтому инструкция. Мы идем вместе с толпой для того, чтобы обезопасить свое, то есть чтобы было чем дышать. Я прямо покажу. Мы можем руки сложить перед собой, вот так вот, ладонями на плечи. Таким образом у нас остается воздух для дыхания здесь. И нам не прилетит никакой удар в солнечное сплетение, то есть нас не лишат дыхания искусственно, да? Это все можно с ребенком потренировать дома. То есть наглядно понимание того, что вот здесь вот спина будет другого человека. Также в толпе, понятное дело, что если вы запинаетесь, у вас второго шанса подняться не будет. Поэтому надо использовать первый по максимуму. И первый этот шанс – это уцепиться за человека, который идет впереди вас. И уже как обезьянка, по нему, по одежде, если это длинное пальто, пуховик, вообще шикарно. То есть просто по нему забираетесь наверх. Человек, конечно, вам рад не будет, но в состоянии паники, страха, он назад не завалится, он вытянет вас вперед вместе с собой, потому что инстинктивно будет рывок вперед. В теории все всегда звучит хорошо, но на практике показывает совершенно другое. Мы видим, что происходит, особенно от незнания. Вообще, если говорить об этой игре, даже найти выход, насколько она поможет, и, наоборот, психологически мы не сделаем так, что ребенок будет заточен на то, что он может попасть в беду в любом вообще ситуации. То есть когда заходит куда-то в торгово-развлекательный центр. Я услышала у вас вопрос. Я считаю, что психологически ребенку будет вреднее, если мы ему скажем, что мы с тобой никогда не больше будем ходить в кемиотеатры, в торговые центры, как сейчас многие родители, я знаю, там бойкоты объявляют, рассылки в мессенджерах, я сама ее получила. Я считаю, что это будет вреднее для ребенка, нежели мы дадим ему конкретные инструкции на тему, что ты будешь делать, если... И у него будет реальное понимание, что он может сделать, чтобы обезопасить себя. Вообще, если говорить честно, то родители всегда соломку под детей стелят, как могут. Но мы вот всеми этими мерами не загоним ли детей, не получится ли сейчас так, что родители просто-напросто запрут своих детей дома, и они вообще полностью уйдут в интернет-пространство и будут смотреть эти ужасающие ролики на YouTube и прочих каналах. Вы знаете, вот такие происшествия, они всегда потом сопровождаются таким вот оттоком, да, там, если в метро произошло, то мы боимся заходить в метро, если произошло в торговом центре, мы боимся ходить в торговые центры, но надо понимать, что таким образом мы сами себя загоняем в угол. То есть страх в данной ситуации, он не помощник. И очень важно в данной ситуации этот страх не передавать ребенку. То есть если к вам ребенок сам не подходит и не задает вопрос на тему того, что случилось, я вас уверяю, не надо сажать его перед телевизором, или не надо ему принудительно сажать его и рассказывать, что вот случилось страшное, поэтому мы с тобой никуда ходить не будем. Здесь скорее важно проговорить с ребенком именно в форме беседы. Скажи, а куда бы ты побежал, да, вот в кинотеатре, давай подумаем вместе. А где нам безопаснее будет находиться, вот если пожар, как-то вспомним, давай сейчас вспомним, где будет дым, наверху или внизу. То есть все это через беседу закрепить и проговорить с ребенком, с тем, чтобы было понимание. И это восприятие информации у детей и у подростков, оно одинаковое или все-таки нужен разный подход? Маленьким детям очень важно дать понять, вот как я уже сказала, да, что в такой страшной ситуации, когда они теряют маму, их задача спастись, их задача выбежать на улицу, а не бежать искать родителей. Вот это очень важно дать им понять. У подростков уклон, наверное, скорее в другую сторону, там у нас геройство. То есть мы очень хотим попыть героями. Ну, в принципе, каждый ребенок, да, мечтает, мы все смотрим боевики, там какие-то фантастические фильмы, где там всех спас, там герой, медаль, там на шею, все. То есть здесь очень важно понять, что в чрезвычайной ситуации твоя задача спасти свою жизнь, прежде всего. Если там рядом с тобой какой-то, ну, друг там, да, растерялся, вот непосредственной близости, ты можешь сделать все, что от тебя зависит, чтобы его спасти. Но бежать и специально там за кем-то кого-то спасать, тут 50 на 50 может получиться, а может и нет. Спасибо большое. Я надеюсь, что ваша памятка, ваша инициатива предотвратит не одну беду. Я напоминаю, что у нас в студии руководители школы Стоп. Угрозы Елизавета Аверкиева. Спасибо вам большое. Спасибо, я очень рада. Всего вам. Берегите своих детей. Всего доброго. Субтитры подогнали Симон.